Минувший 2020 год был сложным для всех. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во все сферы жизни, что, конечно же, не могло не сказаться на экономических показателях и благосостоянии жителей. Но, несмотря на трудности в крае, в том числе и в Славянском районе, удалось сохранить стабильную социально-экономическую обстановку и реализовать все намеченные планы. В районной администрации прошло расширенное планерное совещание, на котором были подведены итоги работы муниципальных служб и ведомств в 2020 году. Глава муниципалитета поблагодарил собравшихся за плодотворную работу, отметив, что, несмотря на трудности, во многом удалось выполнять все намеченные задачи. В бюджеты всех уровней на территории Славянского района в минувшем году собрано 5,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых платежей, из которых консолидированный бюджет края зачислено 3,9 миллиарда рублей. По наполняемости консолидированного бюджета края Славянский район входит в первую десятку муниципальных образований. В районный бюджет поступило 962 миллиона рублей собственных доходов, в бюджеты поселений 615 миллионов рублей. Славянский район участвовал в 10 государственных программах на условиях софинансирования. Из краевого и федерального бюджетов за год было привлечено свыше 473 миллионов рублей. Среди наиболее значимых объектов, строительство которых было завершено, это Северный парк, дополнительные пристройки в трех детских садах на 140 мест, новый универсальный спортзал на территории 4-го лицея, дом купца Мазепы. Это все выполнялось в условиях активно действующей нашей пандемии, в условиях того, что люди болели. Но, несмотря на это, ни одна структура не сорвала, две бухгалтерии у нас и финансовое управление в нас начинский отдел, не сорвали финансирование, все было вовремя профинансировано. Основными задачами на 2021 год в сфере налоговой и бюджетной политики района являются работа по расширению налогоплагаемой базы и увеличению поступающих доходов в бюджет. Эффективное и национальное использование бюджетных средств и продолжение работы по участию в государственных программах Краснодарского края для привлечения дополнительных средств из краевого бюджета. Бюджет Славянского района социально ориентированный. 65% средств идет на социальную сферу. В прошлом году был проведен большой объем работ по ремонту учреждений образования, культуры и спорта. В рамках национального проекта культуры и муниципальных программ выполнен капитальный ремонт здания картинной галереи, скульптурной мастерской и мастерской декоративно-прикладного искусства детской художественной школы, кровли сельского дома культуры Прикубанский, клуба в хуторе Нищадимовском. В рамках национального проекта образования и регионального проекта «Современная школа» в городские и сельские школы района поступили современные учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием и наглядными пособиями для углубленного изучения предметов. По нацпроекту здравоохранения в Славянской ЦРБ приобретено современное оборудование на сумму свыше 33 миллионов рублей. В поселке Целином завершается строительство офиса врача общей практики, соответствующего всем требованиям современного медицинского учреждения на селе. В хуторе Троицко-Маевского сельского поселения построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Для привлечения специалистов на работу в сельские медучреждения в районе активно реализуется государственная программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Реализация программ по привлечению медицинских кадров будет продолжена и в этом году. «Приглажили нам до устройства в прошлом году 12 специалистов, слышавшего образование в предыдущий период 6. И по «Земскому доктору» у нас 9 человек в прошлом году приехали на территорию района на вакантные места. При этом в 2021 году мы планируем привлечь врачей-специалистов, 13 врачей-специалистов и 6 фельдшеров для скорой помощи и ФАПа внутри деревенка и футов «Свободка». Начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции заставила искать новые подходы в решении многих вопросов. Без малого год в онлайн-формате работали все учреждения культуры, находя новые способы взаимодействия со своими читателями и зрителями. В онлайн-формате проводилось и большинство государственных праздников, в том числе и День Победы. Сами торжества проводились с ограниченным количеством участников. Однако это нисколько не уменьшило значимость памятных дат. 2020 год – это год знаковой годовщины. Не могу об этом не сказать. Год 70-летия Победы Великой Отечественной войны. Рассказание которой нашло отражение в организации проведения практически всех мероприятий, посвященных общегосударственным праздникам и памятным датам нашей страны. В условиях пандемии наложили свой отпечаток и привели к появлению нового онлайн-формата проведения таких мероприятий. Несмотря на веки и ограничения, без приключения скажу, что все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, что было отмечено не только администрацией края, но и жителями нашего района, которые с неплохо благодарностью отзывали собой проведение. На совещании с докладами об итогах работы за 2020 год выступили все заместители главы района. Роман Синеговский отметил слаженное взаимодействие между ведомствами и структурными подразделениями. В наступившем году необходимо работать также плодотворно, чтобы улучшить результаты и реализовать все намеченные планы. В целом, сработали неплохо. Есть где-то, может быть, и провалы, и большие, и отставания, правильно назвать. В целом, и бюджет выполнили, и национальный проект реализовали, и второе место в крае заняли. Но мы должны неплохо научить расслабляться и, соответственно, работать на улучшение показательных задач. Хотелось бы, чтобы улыбки у людей были, которые обращаются к нам, да? Но в целом, жизнь становилась бы, чтобы объекты социальной направленности, которые мы сами заплатировали, мы должны строить. Поэтому задач много, направлений очень много, но нужно работать, работать еще на самом деле.